Мы с вами будем решать задачи. Да, да, мы будем решать задачи. Сколько воскресений в феврале? В том году было? Четыре. Да, пожалуйста. Четыре. Да, пожалуйста. Три. Четыре. Так, еще есть. Четыре. Сколько? Ну а сколько? Примерно от трех леталек воскресений. От трех воскресений. Давайте посчитаем, заявлено, что может быть три воскресения. Не может. Давайте посчитаем, насколько это разумно. Мы знаем, что неделя по семь дней. Есть хотя бы три недели. Да. Давайте возьмем три недели. Седьмой день, причем будет воскресенье. Раз, два, три. Семь, семь, семь. Понятно, что, по всей видимости, месяц у нас больше, чем двадцать один день. Да? Давайте представлять. Сколько мы еще можем приставить? Оправдалось, что у нас три воскресенья. Мы можем приставить только еще шесть дней. А не получится три. Двадцать один плюс шесть будет двадцать семь. Есть месяц, который состоит только из двадцати семи дней? Нет. Нет. Без двадцати семи дней. Как семь месяцев? Только. Может быть только четыре, а не пять воскресенья. Значит, три воскресенья не может быть. Не может быть. Тебе записали, не может быть три воскресенья. Давайте разбираться с четырьмя воскресеньями. Четыре, если будет воскресенье. Значит, каждая неделя семь дней. Да? Если у нас последний день у нас будет воскресенье. Четыре. Четыре. Так, это у нас семь. Семь и семь. Сколько получится? Двадцать восемь. Двадцать восемь. Ну а дальше у нас может быть двадцать девять, тридцать и тридцать один. Согласны? Согласны. Значит, если воскресенье на них не попадает, то всего четыре воскресенья. Вторая съемка под ним же. Если у нас воскресенье попадает, например, на первые девять, понедельник или вторник, в зависимости от того, сколько дней. У нас месяц, в какой мы месяц рассматриваем, то может быть пять воскресенья. Может быть пять воскресенья. Значит, правильно ответ запишется. Шесть может быть? Нет. Почему не может быть? Шесть, если взять на шесть пять недель. Если у нас будет шесть, да, воскресенье это значит пять полных недель, да, и еще хотя бы одно, да, пять полных должны пройти. Значит, пять на семь это будет тридцать пять, плюс одно тридцать шесть. Таких месяцев тоже нет, чтобы было тридцать шесть дней. Поэтому шесть воскресенья быть не можно. Давайте запишем ответ. Ответ. Значит, четыре или пять воскресенья. Четыре или пять воскресенья. Возьмем, сколько у нас было дней, да. Любое число, любой месяц, можно взять то, что двадцать девять, тридцать тридцать один, без разницы. Возьмем вот декабрь. Посчитаем, сколько в декабре может быть воскресенье. В декабре тридцать один день. Согласны? Да. Согласны. Сколько недель? Вот здесь, сколько, у нас упирается вопрос, сколько недель. Очень многие говорят, что мы не можем посчитать недели, или наоборот считают, что только там четыре недели. Не только четыре недели, тридцать один разделить на семь. Семь дней в неделю. Сейчас будем делить. Четыре и остаток четыре. Четыре берем, четыре на семь, это получается двадцать восемь. Вычитаем из одиннадцати восемь. Три. Три. Из двух два ноль. Значит, три это остаток. Но это не просто абстрактный остаток, да? Это тот день, который может быть решающим. Который может быть решающим. Итак, у нас четыре, это полное, частное, да? Значит, четыре. А то, что три остаток, туда тоже может пропасть какой-то из воскресенья, да? Значит, или пять воскресенья. Когда удобна схема? Когда вы учитесь в первом и втором классе, очень удобно посмотреть наглядно. Да? Тут не надо мудрствовать лукаво, все эти воскресенья видны. Но если вам задача стоит больше дней, то удобнее, наверное, сделать это с помощью деления, да? Давайте посмотрим, какой способ вам понадобится в задаче номер три. Итак, задача номер три. Сколько воскресенья в году? Сколько воскресенья в году? Сколько воскресенья в году? Да, пожалуйста. Примерно 54-55. Нет, у вас не бывает такого. Примерно 54. Это такой же пример, как 60. Надо решить точно. На шесть. Ну, сорок шесть, как вы это решили, что сорок шесть? Да, двенадцать на четыре. Еще раз. Двадцать на четыре. На четыре. Да, но мы же с тобой уже говорили. Двенадцать на четыре. Это получается сорок восемь. Но посмотри внимательно. У нас же не у каждого месяца четыре ровно. Если бы в каждом месяце было двадцать восемь дней, это было бы правда. Само среди очевидно. Чтобы он нам посчитал-то. Итак, триста шестьдесят пять. Это у нас дней в году. Значит, сколько у нас в неделе дней? Семь. Семь. То есть, пять раз сидит на семь. И кто же нас этот доброволец? Ну, пять. Пятнадцать. Да. Ну, и вывод, как вы это делаете? Четыре. Ну, ты что нет? Пятьдесят три недели и два дня. Так, ну и вывод, сколько в воскресенье может быть? То есть, видите, какой вопрос. Может быть, сколько в воскресенье? Пятьдесят два или пятьдесят три. Пятьдесят три. Ну, напиши ответ. Итак, всем ли понятно? Что же надо? В зависимости от того, с какого дня начинаются, может быть, пятьдесят два в воскресенье или пятьдесят три. Весокосный год или невесокосный, это без разницы. Мы специально взяли невесокосный год. Да? Потому что если у нас весокосный, ну, остаток будет два дня. То есть, это недели все равно не накопится лишнее. Да, или пятьдесят три в воскресенье. Итак, из книжки. Триста шестьдесят пятый номер. Сереже одиннадцать лет. Брату один год. Сколько лет будет Сереже, когда он станет втрое старше брата? Ну, наверное, удобнее все-таки написать табличку. Сережа. Брат. Я так понимаю, уже история не сохранила имя брата. Было. А брат, он, по-моему, большой буквы написал. Стало. А, брат, это в смысле мой младший брат, да? Бывает. Ему еще и имя не дали. Да, это вот как читали мы тут сказку с ребенком про лисицу и уточку, да? Вот, умная уточка и хитрые лисы. Там уточка с большой буквы. Как собирательный образ всех, наверное, умных уточек. Лис хитрый тоже, лиса с большой буквы везде. Как образ, собирательный образ всех хитрых лис. Итак, Сережа и брат. Брат, как собирательный образ всех младших братьев. Брату один год. Сереже 11 лет. Сколько лет будет Сереже, когда он будет втрое старше брата? Втрое старше братом он станет. Ну, и остается одно. Решать задачу. Пишет. Да, молодой человек, я вас слушаю. Когда Сереже будет 15 лет. Решение. Потому что, если Сереже, когда будет 15 лет, то ему прибавится, пройдет 4 года. Если пройдет 4 года, значит и брату прибавится, то есть 4 года ему будет 5. А 15 больше 3 в 5, 3 раза. Да, а решение? Можешь? Ты сейчас сказал, давайте напишем ответ. Давайте напишем ответ. 15 лет. Потому что я умею делать проверку. Я подставлю 15 и 5, и у меня оно будет больше в 3 раза. Это правда. Ну, а как нам записать решение? Кто знает решение? Итак, ответ узнаем. Вопрос, кто знает решение? Вот это интересный. Способ подбора. Есть такой способ. Главное, тут нечего стесняться. Главное, что записать. Итак, способ первый. Способ подбора. Способ первый. Способ подбора. Иногда, произнося некие слова, ученикам кажется, что учитель около доски делает какие-то магические пассы. Что на самом деле смысла нет, но есть, вот скажите, способ подбора. Есть такой способ. В чем же он состоит? Если ты правильно обоснуешь, иногда бежали, что Елена Борисовна решала способом подбора, а мне не засчитали. Может быть, просто неправильно обосновал? Ты пойдешь свой способ подбора доказывать? Ну, давай. Терять нечего, давай. Итак, способ подбора, хороший способ. Итак, Сережа, брат, да? Братный салон Голова. Это уже нарицательное имя, да, у нас такое? Нет, у меня учебники нарицают. А, когда прошел один год. Нет, ты одиннадцать тогда, напиши одиннадцать, и все начинает. Да, да, да. Да. Когда прошел один год, Сережа стал 13. Да. Радный салон Голова. Пишем вместе, да. Во сколько раз пиши? Первый, во сколько раз? Вот здесь вот мы отметим, третий столбец я специально добавила. Сколько раз? Сколько раз? Нам же нужно, чтобы именно в три раза, да, он будет подбирать. Здесь во сколько раз он вытачивает? В одиннадцать раз? Да, тут в шесть и шесть. Да, прошел еще один год, второй, стало двенадцать. Два, тут стало третий год. И тут разница была четыре раза. Ну, давайте там более, более чем, менее чем. Четыре раза. Чуть даже побольше. Да? Да, на один год. Ну, дальше. Когда прошел еще один год, Сережа стал 13 лет. Брату стал 13 лет. Им одновременно прибавляется, да. Ну, 15, давайте видеть, опять получается третий год. Только вам не так, не так. Я думала, это будет большое число. Угу. А дальше? 16. 16. Да, Сережа? Да, Слава? Давайте посмотрим, первое, какое делится. А вы же ведь уже нашли ответ. Мы не нашли ответ. Вот твоя проблема из-за того, что ты угадал в начале ответа и сделал проверку. А нам надо решение. А что значит решить задачу? Это не только найти ответ, но и показать, что других решений нет. Ну и что, мы тогда с тобой? Я же говорю, мы не пасы у доски делаем. Дальше давай. Да, Сережа стал 16, да? Да, он стал 6 лет. Да. Сережа стал старше в два раза. Ну, менее чем, но больше, чем в три раза, да? Да. Дальше. Дальше. Давай, 9, 10. 10, а этому стало 20. Значит, в два раза. Значит, когда браку стало 10 лет, ну, сейчас прям 10 лет, да? Это 9 лет прибавилось, да? То здесь 20 раз. Вот это вот в два раза. Вот в два раза. А это менее чем? Менее чем в три раза, но больше, чем в два раза. Больше, чем в два раза. Молодец. Итак, посмотрите внимательно. Мы с вами показали, что если вы решаете задачу перебора, то показать, что у нас не было нашей таблички скачков, которые бы нас заставили бы думать, что там через 33 года, или 46, или в 98 он вдруг будет в три раза больше, в три раза старше, чем его брат. Правильно? Нам потребовалось методом перебора перебрать действительно все числа, записать в таблицу, чтобы показать, что непрерывно уменьшается. Не на сколько лет, а вот сколько раз уменьшается. Способ номер два. Способ номер два. Перебор хорошо, уравнение лучше, да? Я бы в кружок по математике пошел. Пусть меня научат. Мне кажется, что составлять уравнение – это достаточно естественный способ. Что мы, собственно говоря, знаем? Брат Сереже 11 лет, брату 1 год. Что мы делали? Мы говорили, что каждый раз прибавили 2 года 1, прибавили 2 года другому. Прибавили 4 года 1, прибавили 4 года другому, да? Значит, нам надо прибавить некое одинаковое число. Ну, обычно его берут х. Итак, прошло несколько лет. Сережа стала 11 плюс х, а 1 плюс х стало брата. Все согласны, что они оба повзрослели на несколько лет? Согласны? Согласны. Теперь как записать уравнение? Вот уравнение... Надо понимать, чтобы его не бояться, что уравнение состоит из двух частей. Во-первых, это равенство. И не просто равенство, а верное равенство. Итак, нам надо уравнять. Уравнять что? Ну, в данном случае уравнение бывает левая часть и правая часть. И правая часть. В одну часть мы поставим, соответственно, возраст брата, в другую возраст Сережи. Давайте запишем. На одну чашу весов, вот справа, мы поставим возраст Сережи, на другую мы поставим чашу весов возраст брата. Сейчас мое равенство верно? Нет. Нет. Неверно? Конечно, неверно. Брат, он младший? Да. Ну, меньше весит. Младший брат. Значит, что бы должны сделать, чтобы уравнять по-настоящему? Да, пожалуйста. Надо 11 плюс Х взять в скобки и поставить действия разделить на три. После этого у меня тут половина аудитории не будет. Ты же знаешь, что такое для школьника разделить на три? Даже если три яблока на три человека, это после этого будет половина аудитории. Не любят наши люди деления. Лучше умножить. Давайте умножим, да? Да. Давайте умножим. Может быть, тогда пребудет. Да, Дима, пожалуйста, что бы умножать? Ну, это возраст брата. Возраст брата в три раза, да? Он в трое старше. Значит, для того, чтобы возраст брата был такой же, как у Сережи, да? Можно умножить. Три раза. Вот. А те, кто умеет умножать, берем три раза и умножаем на три. А те, кто не умеет, те складывают. Что такое умножить? Это в три раза взять его возраст в три раза подряд. Один плюс. Три раза подряд. Вот мы раз взяли, два взяли и три взяли. Вот теперь и возраст уравновесился. Согласны? Вот с этим высказыванием все согласны? Ну, нет у нас человека, который бы не умел решить это уравнение. Или есть? Пожалуйста, бери мел. Давай. Просто скажу. Да, да. И мы можем сейчас уходить с него. Вот. Ты любишь, например. Ты поклонник, например. Я тоже люблю этот культфильм про, например. Ты будешь, например. Вот теперь у нас, понимаешь, мы за примеры отошли. Мы специально вместо той таблицы, которую мы сейчас стерли, чтобы каждый раз не брать на сколько? На два года, на три года, на четыре года, да? Мы специально взяли х. Х, это у нас некое число. А это левая часть уравнения. Чуть-чуть отойдите. Ты просто должен чуть-чуть со стороны. Вот это левая часть уравнения, а это правая часть уравнения. Весы. Помните наши старые с уточками, которые показывали, что больше, что меньше, как уравновесить. Потому что, я не знаю, сейчас, наверное, в веках, когда у нас там компьютеры, машины, ну просто обычные, то, что раньше на базаре использовали. Почему? А очень хорошо было. И арбуз можно взвесить, и дыни, и муку взвесить. Замечали? Вот здесь у тебя х. Смотри, на левой чашке весов у тебя х, и правой чашке весов х. Что ты можешь снять, чтобы равенство не изменилось? Х. Х можешь снять. Сколько? Один до двоя, один. Ну, конечно, поскольку у нас на правой части всего один х. Тут один, а скрытый. Да, а сколько можно снять, если тут у нас всего один? Один. Один можно снять. Правой части и один слевой. Перепишем. Так, Анилопис, вот этот х мы сняли. Ну, давай вот этот тоже снимем. Да? Давайте. У нас остается плюс х. Один плюс х. Плюс х плюс один. Один. Держи. Всем понятно, как мы перешли? Надо еще один плюс снять иначе. А куда мы один снимем? Вот, Маша, у тебя на этой чаше арбуз, а на этой кири. Причем аж 11. Не получится тебе снять. Ты же не можешь снять, здесь же нет у нас. Что можно снять? Можно. Единицу можно снять. Хорошо, я снимаю единицу. Сколько с той стороны ты снимаешь? Хорошо. И сколько там получается? 10. Снимай. Х плюс 1. Х плюс 1. Вот эту единицу снял. Переписываю внизу. Пиши, пиши. Х плюс 1. Так. Х плюс 1. Да. И равняю 10. Хорошо. Мы никуда не торопимся. Поэтому нам надо еще долго. Да, не расстраивайся. Главное, принцип правильный. Дальше. Теперь еще одна. Можно. Снимай еще одну единичку. Вы дальше продолжаете. Столбик. Вот здесь вот плюс. Хорошо. Четко поставь. Четко поставь. Так. Все. И... Нет, нет. Чуть-чуть дальше. Дальше двигайся. Дальше двигайся. Тебе... Так. Что еще будешь снимать? Еще. Еще один единичку. Просто здесь вот переписывай. Вот здесь вот подальше. Значит, что остается? Х плюс... Это 10. Так. Равно 8. Равно 8. Если х одинаковый, то получается... Получается, что он 4. 4 равно 8. И это правда. Потому что х... Х равняется 4. Вот теперь можно. Вот теперь пора. Пиши. Х равняется 4. Х равняется 4. Тогда 1 плюс... Х? Пиши, пиши, пиши. Поним. Значит, дальше. Тогда. Нам же где вопрос стоял? Сколько лет? Сереже. Да? Значит, 11. 11 плюс х. 4. Ну, тут 4, потому что будет... Да. 11 плюс 4 будет... А вот это нужно? Мы Сереже узнаем. А, Сереже. Не, мы, конечно, тоже можем так добраться. Главное, не смущаться. Можно и так добраться. Я тебя поняла. Пиши. Проникся, пиши. Равняется. Щенай сколько? 1 плюс 4, 5. И еще раз 5. Короче, 5 плюс 5 плюс 5 равно 15. 15. Хорошо. Это лет Сереж. Запиши скобочком. Значит, лет. 15 лет Сереже. 15 лет Сереже. Ну, а мы сразу к следующей приступаем. Все. Спасибо. У 35-летнего отца 4 сына. Номер 366. У тех, у кого есть книжка, читай. Все остальные вникают в голоса. У 35-летнего отца 4 сына. Каждый младше другого на 2 года. Причем старшему 8 лет. Через сколько лет детям вместе будет столько же лет, сколько отцу? Через сколько лет детям вместе будет столько же лет, сколько отцу? Итак, у нас есть отец и 4 брата. Отцу сейчас 35 лет. Было, стало. Было, стало. Теперь сыновья пошли. Сын один, два, три, четыре. Вопрос. Через сколько лет им будет вместе столько же лет, сколько отцу? Давайте посмотрим. Самому старшему. Кто у нас будет, по легенде, самый старший? Первый. Первый. Первый хочешь? Пожалуйста. Он будет 8. Итак, 8 лет самому старшему. Дальше условие что? Что еще это условие? Да. Что каждому сыну... Младше. 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 На бабушку. Давайте рассчитывать. 8 лет на следующем. 6. 6, 4, 2. 2. Дваичная система, можно сказать. Хорошо. Ну, как подгадал. Видите, в жизни как встречается. Итак, через сколько лет им будет столько же лет, сколько и отцу? Ну, в сумме, конечно. Да, есть уже версии. Пожалуйста, Сережа. 15. Еще раз? 15. Через 15 лет. Почему ты так считаешь? Потому что... Итак, сумма всего сейчас у них вместе 20 лет, да? Так, и ты считаешь, что через 15 лет им будет столько же, сколько отцу? Каждому прибавится по 15 лет. Маленькая подробность. Если пройдет 15 лет... Каждый повзрослеет. Каждый повзрослеет. И отец тоже повзрослеет. Значит, через 15 лет отцу тогда будет 50 лет. Через 5 лет. Понятно, Сережа? Все взрослеют. Просто, когда говорят про детей, почему-то взрослеют. Когда говорят про отца, там, ну, мамы стареют. Но вот, понимаешь, процесс, он везде идет. Понятно? Итак, даже если отец повзрослел, ну, 35, это еще вполне молодой человек, для отца 4 детей, то и каждый ребенок повзрослел на несколько лет. Как он? Конечно, они одновременно все взрослеют. И у них будет равна? Да. Как он? Ну, пожалуйста, иди составляй правнение. Я не смогу. Почему? Ну, а так смешно хорошо прям. Нет? С посмотрим. Я вижу, что у всех руки подняты. Тут выбрать главное. Ну, да. Возрослел стало 35 плюс х. Он стал 35 плюс х? Да. И его возраст стал равен возрасту первого сына, плюс х. Возрасту второго сына. Ой. Возрасту второго сына. Ну, да. На самом деле надо уже... Можно скобки опускать, можно продолжать писать, да? А, плюс возраст третьего сына, плюс х. Плюс возраст четвертого сына, плюс х. Здесь будет многое. И равно 30 плюс х. Да, чем будет равно прям. А в ответе будет 30 плюс х. Ну, и как дальше? Крупненько. Крупненько так. Да. Пожалуйста, дальше работаем. Надо решать. Уравнение составили. Теперь решаем. Итак, левая и правая часть должны быть уравновешены, да? Так. 20 будет. Да, 20. А так 15 и дальше. Только пусть остается. 15 тоже надо оставить. Итак, здесь у нас 20, да? Мы уже посчитали. Здесь 35. Значит, когда мы снимем, да? То здесь останется 15. Пусть остаются. 15 плюс х, да? А здесь сколько раз? Раз, два, три, четыре. И плюс х. Вперед дальше. Дальше что делаем? Левая и правая часть всегда должна быть уравновешенной. Что дальше делаем? Считаем. Считаем. Молодец. Правильно ответ ты знаешь. У тебя все празднички. Главное не столько считать, сколько стирать. Что тут хочется прям стереть? Трица. Трица. Нет, мы не можем просто так. У нас левая и правая часть должны быть постоянно в равновесии. Остается. Ну, можно менять по умножению. Ну, зачем, когда и так видно? Здесь у нас слева х, да? И справа у нас есть х. Значит, можно этот х и этот х снять. Значит, у нас три числа, которые в сумме, три равных числа, в сумме дадут 15. 5. Да, х равняется 5. Все у нас. Ну да. Можно проверить. Так. Итак, 5. Значит, ответ через 5 лет. Ответ через 5 лет. Нас спрашивают через сколько? Вот мы отвечаем. Через 5 лет. Через 5 лет, да? Если в половине моих лет прибавить 7, то получите мой возраст 13 лет тому назад. Сколько мне лет? Сколько мне лет? Если в половине моих лет прибавить 7 лет, то получите мой возраст 13 лет тому назад. Учиться записывать условия задачи, это тоже некое искусство. Потому что от того, насколько правильно вы выбрали, как вы запишете, то это будет зависеть на вопрос, сколько вы времени потратите в дальнейшем. Как ты хочешь сначала, предложи, записать условия? 7, может, на 2. Половине моих лет... Можно? Нет, еще раз. Я уже тебя понимаю. Оно может быть и так. Но для других это пока не обоснованно. Кто как предлагает записывать. Пока мне надо предложение по записи. Есть предложение? Дим, у тебя есть предложение не решения, а записи? А, запись. Ну, как бы вот ты записал? А, я записал вот так. Да. Х поделить на 2 плюс 7. Я ж ты думаю, у меня половина аудитории не будет после х поделить на 2. У них что, у всех чего они сделают? Да ты же, ты понимаешь, можно же в виде дроби записать х вторых, но понимаешь, проблемы-то останутся. Половина х. Да, вот понимаешь, как надо записать условия. Половина х плюс 7 равно х плюс 13. Ну, давайте посмотрим. Все, есть еще предложение? Значит, да, пожалуйста, Леш. Надо 13 и отнять 7, а получится 6. И 6, это получится половина аудитории. Не, правда. 13 лет тому назад, а 7 это от половины. Ты сейчас, я нарисую, и ты поймешь, что это немножечко не так. Итак, ну все, давайте все вместе. Будем рисовать. Вот это наш человечек, который родился. Родился, родился и живет. Вот это сейчас я отложила в возраст человечка. Ну да, он же с бородой такой стал. Итак, вот человек прожил жизнь. Это родился, это прожил. Половина моих лет. Давайте изобразим. Поделим пополам. Это половина моих лет. К половине моих лет. Что надо прибавить? 7 лет. 7 лет. 7 лет. Отметьте. Если к половине моих лет. Если к половине моих лет прибавить 7 лет, то получится мой возраст 13 лет тому назад. Кто пойдет, покажет эту точку? 13 лет тому назад. Ну давай, иди показывай. Мне нужна точка, как мне показать, 13 лет тому назад. 13 лет тому назад. Так, то есть вот от моего возраста сейчас, да, под 13 лет тому назад. И по условию они должны совпасть, да, именно здесь, для этой точки, мы будем писать равенство. Да, конечно, правильно. А что тебе видно? Мне тоже все видно. Что тебе видно? 13 плюс 7 это половина моих лет. А поскольку мне надо весь возраст, то я результат умножу на 2. 13 плюс 7 это будет 20 и 20 на 2. 40. 40 лет. Не надо. Сережа, теперь тебе понятно, почему не надо от 13 вычитать 7? Потому что когда ты вычитаешь, ты шел, от половины отнимал. Тебе без разницы с какого конца. А там надо было к половине моих лет, которые уже прошли, да? Вот они уже прошли. То есть это будет возраст больше, чем половина. Это будет половина моих лет, да еще 7 лет. То есть вот эта часть будет большая. Понятно? А здесь 13, а вот сколько мне лет? Вот они сошлись в этой точке. Увидел? Когда отцу было 27 лет, сыну было 3 года. Сами попытайтесь составить схемку для условий или табличку. Когда отцу было 27 лет, сыну было 3 года. Сейчас сыну в 3 раза меньше лет, чем отцу. Сколько лет каждому из них? Сколько лет каждому из них? Составляем. Сыну. Так, сыну и отцу было и стало. Ну что, где-то я знаю, добровольцы на уровне, как раз записал среди нас. Есть? Ну, замечательно, иди. Есть доброволец? Когда отцу было 27 лет, заноси в табличку. У нас тут отчет 27 лет. Сыну было 3 года. Сейчас сыну в 3 раза меньше, чем отцу. Сколько стало, чем отцу? Так, как лучше решать? Ну, это, если бы ему 27 разделить на 3, ты узнаешь, что когда отцу 27 лет, он был в 9 раз старше. А тебе надо узнать на момент сейчас, что он в 3 раза старше. Ну, давай 27 умножим на 3, давайте же все переберем тогда. Если мы 27 умножим на 3, то будет отец старше самого себя в 3 раза. А тебе надо не самого себя, а сына. Не пробовала по-другому? Ну, давайте попробуем, как-то делать. Еле, сверху, шару, шару, шару. Итак, возрастил, отец? Да. Возрастил. Прибавляй. Штур. Сколько лет добавим? Несколько. 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 Курс, как это обознать? Несколько. И плюс, пожалуйста, пиши. Так. Сын возрастил? Да. Сколько будет? 500. Тоже плюс x. 3 плюс x. 3 плюс x. И это стало в 3 раза меньше, чем отцу. Значит, сколько раз надо взять возраст сына, чтобы приравнять его к возрасту отца? В 3 раза. Значит, надо взять 3 раза. Пиши 3 плюс x. Нет, нет, нет. Большую дуку. 3 плюс x. И это надо в 3 раза. Значит, значит, 3 раза взять. А вот ты сейчас не в 3 раза взял. Ты сейчас умножила только одну x. умножила. А тебе надо. А тебе надо. Вот мы же всегда называли скобочку. Все выражение 3 раза брать. Да? Ну, хорошо. И это будет равно сколько? 27 плюс x. 27 плюс x. Так, тебе надо решать. Я про себя. Будет 6. Так, вот это 6 плюс x. А про себя считай. Ну, а у тебя же есть еще кроме 27 еще x. Я от него никуда не избавлюсь. Вот, смотри, ты 3 раза взяла x, это ты 9. Правильно? 3 раза взяла x, это 3. Ну, а теперь придется решать задачу на качеле. Вот, если у тебя все разумы встанут, то на другой половинке все разумы упадут. Ну, надо посмотреть. Вот, смотри, ты говоришь, что здесь 9, здесь 27. Сколько будем убирать? 8. 8. Давай убирать 8. Ты у тебя 8 убирай, я у себя. Ну, как? Вычитать 8, вычитать. Да. Нет, только не та, вот и сделай. Ты же у тебя снимаешь, я у тебя одновременно. А я? Так. А знаешь, можно... Давай давай, плюс x. Ты должна опять посчитать, ну, сколько это будет? 27 минус 8, это сколько будет? Ты из второго класса 15. Пиши. Пиши. Так. 19 плюс x. На двоих стороне еще. Плюс x. Скачей пока вы добудете внуновенье. Верно? Верно. Будем еще что-то убирать? Туда смотри. Есть еще что убрать? Нет. На самом деле, смотрите, у меня единичка. Давай по единичке уберем. Ты у тебя убираешь, я у тебя. Так, чтобы они не упали. Так. 3x равняется 18 плюс x. Так. Ну что, 3x с одной стороны, другой 18 плюс x. Есть еще что снять? Да. По x. Снимаем. Ты x снимаешь, а я у себя. Давай вот здесь стенку напишем. Ординатором. Итак, я у тебя x снимаю, ты у себя и снимаешь. Да. Просто 18. Итак, у нас сейчас получилось, что слева у нас 2x, а справа просто 18. Чему же равняется x? 9 в 9. Вот смотри. x и еще один x, а вместе 18. Это сколько? Да. 18 разведено равно 7. Можно так. Можно так. Согласна? Слева будет 9. 9. Ну и замечательно. Вот мы с вами вышли на число. Итак, ответ. Ответ. Сколько было отцу? 27 плюс 9. Это будет? 36. 36 лет отцу. И от сыну сколько? Давайте смотреть. 30. И сколько это? 12 лет сыну. И 12 лет сыну. Пожалуйста. 36 лет отцу. И 12 лет сыну. Сумма их возрастов 50 лет. Через сколько лет Абдула будет строя старше Махмуда? 30 лет. Итак, всем все понятно? Да. Кратко условия записали. Абдула будет старше Махмуда. Абдула будет четверо старше Махмуда. Я просто уже решила. Решила уже, да? Ну давай, сколько у тебя получилось? Через 5 лет. Через 5 лет. Ну давай, иди покажи. Абдула. Абдула. Абдула считает, что его 40, а этому 10? Потому что 40 в 4 раза больше, чем 10. А в сумме дает 50? Да. 40 плюс 10. 50. Ну хорошо, давай, пиши ему 10. Нет. Значит, мы... Подожди, этот шарф надо записать, что все записали. И так, значит, нужно подобрать такие числа, да? А и М, да? Чтобы они в сумме давали 50. И А было в 4 раза больше, чем М. Да, нет, ну разумеется. Единственное решение в данном случае, чтобы одновременно восполнялись эти два условия, союзки заменили скобочкой, да? И одновременно и в сумме 50, и в 4 раза больше, это число... А если вы знаете, не было там, надо, чтобы были вот этих там 5, 7. 40 и 10. Замечательно, нашли. Дальше. Дальше я пробовала систему подбора. 41 и 1. А нам надо найти что? Через сколько? Через 5. Лет. Подожди, подожди. Через сколько лет? Пиши, пиши. 40 через сколько? Это будет сколько? 40 плюс? 5. Ну, икс напиши для начала. Нет, вон туда в табличке встала. А вот здесь. Итак, через сколько? Это будет 3 раза больше. Составляю уравнение, да. Так. Да. Да. И четверочку Давайте вот здесь Не каждый кратчет Четыре Но на самом деле умножать умеют все Поэтому 10 умножить на 3 Это будет Сколько? 30 И 3 на x умножить будет 3 умножить на x 3 раза по x будет 3x Хорошо, равняется 40 Да, да и 30 тоже можем снять Главное теперь не потерять Главное, чтобы равенство было сверху Да, давайте, мы не торопимся 30 плюс 2х Да Равно 40 Итак, теперь можно снять 30 2х равно 10 Получается, что x равен Да, ответ Через 5 лет Правильно Спасибо большое Спасибо Через 5 лет Вопросы по этой задачке остались? Нет Хорошо 370 задача Отец старше сына В 4 раза Через 20 лет Он будет старше сына В 2 раза Сколько лет отцу? Отец старше сына В 4 раза В 4 раза Через 20 лет Он будет старше В 2 раза Так Тебе можно еще раз? Можно еще раз прочитать Или еще раз что? Прочитать Прочитать, читаем Итак, 370 Так, я смотрю Дима, ты идешь к доске? Давай продолжай Нет, просто ответ Ответ Ну давай уж Итак, отец старше сына В 4 раза За 1 условие запиш Это как хочешь Это не обязательно В табличке Тут можно По-своему Вот туда дальше Проходи, бери мел Мел власти Тук с собой И туда дальше 370 Запиши Номер 370 370 Отец старше сына В 4 раза Отец старше сына В 4 раза Так, было Это стало даже через 20 лет Итак, отец старше сына В 4 раза Как можно записать С помощью выражения? Это будет Отец Это будет пиц То есть ты все-таки Настаиваешь на делении? В 4 раза моложе, да? Да нет же Почему? Отец это икс А сын это икс Значит Ой, ну у нас тогда Много будет перемен Давай лучше Сына сделаем икс А отец будет В 4 раза старше Понятно На 4 икс Да, на 4 икс Все, в табличку себе вписывай Итак, икс это сын Икс лет сыну Да, а отец В 4 раза старше Значит, 4 икс Прошло 20 лет Стало Значит, икс Икс плюс 20 Да Значит, икс 4 икс плюс Тоже 20 20, да Теперь нам надо уравнять Через 20 лет Старше сына В 2 раза В 2 раза Значит, икс плюс 20 Угу Сейчас Когда икс 4 икс плюс 20 Да Давай-давай 4 икс плюс 20 Правильно Все, что в скобках умножаем Каждая слогаемая На 2 2 раза надо взять икс 20 Пишем Теперь я дальше Нет там подбора Нет, раскрываем скобки Знаешь, чем Пишем Уравнения дошли все уже Мы уже, можно сказать Только осталось Вишем уравнение Переписываем Следующая строчка Ну, прежде чем убирать Давайте раскроем скобки Нет, нет, нет Вот этот знак не делается Потому что у них там В тетради это уже написано Значит, у тебя должна быть Следующая строчка 4 икс Не пила, там что-то 4 только Как-то ты скромно так пишешь 4 Всегда коэффициент пишется Вот как 4 икс Давай 20 Дальше 2 на икс умножить будет Сколько? 2х 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 20 это будет 40 40 Да 40 Теперь смотри, что будем убирать Теперь я думаю, что Икс Брать нужно здесь 2х Посмотрим как будто Сначала убери по 2х По 2х здесь Значит, здесь остается 2х 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 плюс 20 2х 40 Получаем 40 Теперь выбираем 20 Отсюда Значит, 2х 2х равняется 20 Ну, а теперь Значит, 1х Значит, 1х 10 2х 10 Да Значит 10 Было 10 лет сыну Так 40 лет отцу Да, пиши 40 лет отцу Ну, замечательно Когда я проживу еще половину лет До треть До четверть моих лет Мне станет 100 лет Сколько ему лет? Некто сказал Когда я проживу еще половину моих лет До треть До четверть моих лет Мне будет ровно 100 лет Сколько сейчас ему лет? Решаем Очень полезно Помните, как мы с Кемкой рисовали? Где у нас было про половину Я хочу Рассу равно 48 лет Расскажи Расскажи Если я всю 48 лет Я только arons решение Как ты угадал? Большую разбросу До 100 лет могло быть любое число Почему именно 48 ты придумал? Мы же с вами показывали в начале, помнишь? Ты можешь сказать 15 и 5, но надо доказывать, что других решений нет. Но ты можешь, допустим, сказать отцу 48 лет, начать с ответа, да? А разброс-то большой. Может быть, там еще будут. Да и что ж, каждое число теперь проверять, что оно не подходит. Надо же доказать, что других решений нет. Ну хорошо, как ты нашел это число? 48 лет? Да. Я знаю, я знаю, я знаю, я это не могу. Так. Все знают уже? Я только от 50, я начала от 50, это половина. Пробала 49, у меня не получилось. Пробала 48, получше. Ну, может, если попробовал бы еще кто-нибудь, еще бы что-нибудь получилось хорошее? Потому что 48, запишу 24, при 16, при 12, а по 100. Так, ну хорошо, запиши свою выкладку. Значит, 48. 48. Угу. А в том, как запишу, я вижу. Пробала 24. Ну, 16. 16 это 3, да, я так понимаю? И плюс 12. И четвертый, это 12, да. Да. 8 и 2. 8 и 2. Это 9. И 6 и 4 тоже 10. 10 плюс 10. Равно 20, но лишь у вас 12. Угу. 2 плюс 4 плюс 1 равно 7. А, еще плюс 1 равно 8. 8 плюс 2 равно 0. А, еще раз есть. Получается сложно. Да. Получается. Ну, опять же, вот вопрос, что не... Ты доказал, что это 48, ты знаешь, что правильно. Я тоже знаю. Но, может быть, это не единственное решение задачи. Ладно, что тут ставят вопрос. Итак, ну, давайте посмотрим, потому что ты прав. Что это число, да? Должно некое наше число, нам неизвестно какое оно, но оно должно делиться нацело пополам. На 3, на 3 и на 4. Да? 12. Делится на 2, на 3, на 4 и одновременно. Да? 12 клеточек, да? Замечательно. Итак, вы себе делаете отрезок длиной 12 клеточек. Потому что мы берем 12 клеточек, сказали клеточки. Значит, знаешь, клеточки. Что? 12 клеточек. Ну, 12 не получится. 12 разделить на 2, 6, плюс 4. Тихо, тихо. Мы потом... Итак, вот вы, смотрите, это мой возраст. Значит, беру половину, это 6 клеточек. Рисуем дальше. Значит, это мой возраст плюс половина. Это у нас будет, соответственно, 18 клеточек. Мой возраст 12 клеточек, если я разделю на 3 части. Это будет по 4 клеточки. Ну, я все почитала, равно 25. Плюс 4 клеточки. Это 1 четверть. Смотрим. И еще 1... 1 треть, еще 1 четвертая. 1 четвертая, это еще 3 клеточки. Итак, считаем, значит, что у нас было 12 клеточек, да? Здесь у нас 6 клеточек. Клеточек. 1 четвертая это будет... 1 третья, да? Это будут 4 клеточки. И 1 четвертая будет 3 клеточки. Соответственно, в нашем случае это получается 10, 25 клеточек. Значит, 100 должно уместиться в 25 клеточек. Значит, цена, возрастная цена нашей клеточки, это сколько лет? Возрастная цена нашей клеточки. Если всего у нас 100 лет на 25 клеточек. 4 года, да? Значит, 1 клеточка в нашем случае, то есть наша 1 часть, это 4 года. Первоначальный наш возраст, соответственно, вы помните, мы делали отрезок равный 12 клеткам, чтобы он удобно делился. А это будет 4 на 12, 48 лет. 48 лет. Ответ. Ответ. Спрашивали, сколько лет. Да, мне сейчас 48.